Физикульт привет! Старый добрый центральный стадион нашего города. Не так давно рожился именем самого успешного сочинского футболиста Слава Митравели, затем разросся статусом до инфраструктуры, но сократил название. Сегодня самый настоящий оазис, не побоюсь этого достижений мирового масштаба. Впрочем, и в этой пестрейшей компании сборных, представляющих колоссальное количество видов спорта, находится свое уютнейшее место для участников первенства Краснодарского края по стрельбе из лука. Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok У нас открытый традиционный турнир. В прошлом году к нам приезжала Ростовская область, в этом году к нам пожаловала Адыгея. Мы всегда рады. У нас настолько доброжелательная здесь обстановка и, соответственно, конкуренция высокая. Дети приезжают и хотят победить не только своих соперников, но и сами себя. Преодолеть свои какие-то слабости и показать себя самой лучшей стороной. Это лук. Классический лук. У него есть рукоятка и сами плечи с тетевой. Когда ты собираешь лук в сумку, это полностью все снимается. Стабилизаторы, плечи и сама тетива. На классическом луке есть у нас прицел. Прицел – это прям какой-то сложный агрегат, он выглядит, нет? Что здесь он как будто оптический прицел и кажется, что самый настоящий снайпер. Ну, не очень. Он приближает не так сильно. Можно наводить на людей? Нет. Ну, натягивают его обычно тетива. Рука должна... Ты знаешь, что тяжелая конструкция? Из чего сделано? Что за металл? Алюминий. Из алюминий. Плечи, смотря какая марка. Это может быть карбон или же... Очень похоже на лыжи. Другую. Другого материала. Горные лыжи. Стабилизаторы. Они гасят. Вот если ты стреляешь на улице, и чем тяжелее стабилизатор, тем легче будет. Ветер не будет сдувать лук, и большая вероятность попасть в машину. То есть сегодня лук – это далеко не произведение исключительно из дерева, жил животных и чего-то еще натурального. Исключительно высокие технологии. Ну, единственное, что вот осталось немножко дуба. Да. Ну и весит все, скажу я вам, примерно как автомат Калашникова. Ну, это еще не очень тяжелый лук. Лук может подойти к любому. Ну, сама рукоятка только, к любому. Ну, плечи подбираются под разного человека. Если человек слабый, ему дают послабее плечи, чтобы натяжка, натягивать было не так тяжело. Прицел поправляется тоже от самой натяжки. Самое сложное – справиться с волнением. Да. Она вот кажется натянуть тетиву. Все-таки тетива тугая. Это не самое сложное. Это не самое сложное. Самое сложное – то, что надо приготовиться не физически, по большей части, а морально. И не забывать про технику. А в чем основы техники стрельбы из лука? У каждого индивидуально все. Свой хват, вот такой. Разные хваты есть. Ну, главное то, чтобы не тянуть кистью при выстреле, а локтем тоже. Там можно много рассказывать об этом. Плавно прилагать, соответственно, усилия. Да, да. Есть перчатки. Ну, некоторые надевают перчатки. Для того, чтобы рука не скользила. Потому что, когда ты стреляешь, рука потеет. И выходит то, что скользит рука. И можешь ты промазать. При натяжке я тебе не перетирала руки. Не сорвалось-то, да? Ведь пальцы имеют свойство потеть от волнения. Да, в большей части. Так, какой-то шнурок, чтобы не потерять лук. Да. Можно взять любую веревку, шнурок. Вот. Так. Получается, его надо взять в узел и обмотать вокруг большого пальца. Так. Чтобы рука не ходила так сильно. Ты при натяжке, когда выстрел идет, ты не сжимаешь лук. Потому что рука будет ходить, и ты не сможешь прицелиться. Чтобы не было как раз вот этого напряжения. Да. Ты расслабил руку, и когда ты стреляешь, лук просто падает. Все понятно. Вот как раз тот самый яркий элемент при стрельбе из лука. Так эффектно он переворачивается. Что это такое? Это стрела. Из чего она сделана? Из карбона? Да. Все сделано в современной стрельбе из лука, сплошь технологичные материалы. И здесь снова карбон. Да. Для чего? Ну, это для того, чтобы она будет легче, и для того, чтобы летела. Так. Я думаю, что летела будет. И скажу я вам, достаточно острая стрелы есть несколько важных частей. Допустим, перья. Так. Наконечник для того, чтобы она в щит, как бы, точнее, втыкала. И хвостовик для того, чтобы ставить ее на тетиву. Втуда есть маркировка. Это, получается, жесткость или мягкие они. Они бывают разной жесткости. Да. Есть, которые прям легко гнутся, но не ломаются. Да. Насколько далеко может улететь стрела из лука? Ну, это зависит от мощности лука. Так. Учебного. Из тех, в которых стреляем? Ну, я не знаю, ну, метров на 70 точно должна. 70 метров? Даже пистолет не кажется, на стойку стреляет. Хорошо. Какие меры безопасности применяются при стрельбе такими стрелами? Ну, при стрельбе нужно, как бы, чтобы никто не стоял у щита. Ну, вроде все. Были ли случаи, когда в кого-то попадало? Да нет. На первенстве Краснодарского края с безопасностью все в порядке. Так, вот мы видим, что здесь и какая-то официальная маркировка. Российская Федерация стрельбы из лука. Да. Это для чего? То есть просто пойти и купить в магазине мишень в тире нельзя? Нельзя, нет. Попадать нужно исключительно в желтое поле. В желтое, да. Вот сюда вот. Да. Если я попаду в синее поле, я промахнулся? Нет. Это считается. Но у нас состоит из очков. Так. Максимальная. Желтая. Да. Это десятка. Так. Красная. Это восьмерка. Так. Семерка и шестерка. Соответственно, чемпионы, победители первого, что на русском крае попадают в желтое. Мы с 18 метров. Это олимпийское расстояние? Ну, это самая короткая. Так. А какие бывают еще расстояния? Бывают 30, 60, 70, 90 и 120. 120 метров, это как рассмотреть вот этот вот кружочек? На каждой дистанции есть своя мишень. Вот на 120 она на весь щит. Все. Тогда мы все-таки не безнадежны. В Сочи все условия для того, чтобы успешно выступать на первенстве Картанарского края? Ну, я, если честно, не знаю. Я только месяц начал ходить. Первый месяц вот уже на соревнованиях. Третье место. Ну, это было логично, потому что там все кандидаты, мастера спорта. Я один такой вот месяц хожу. Мне было трудно достаточно. Так. А за счет чего тебе удалось занять третье место? Ну, я не дергался лишний раз, не шпахал по курку. Ну, и, соответственно, попадал лучше, чем КМСер, ну, кандидат мастера спорта. Главное, это не то, сколько ты попал, а главное то, как ты это воспринял. То есть, как ты на это отреагировал. Типа, если попал, ну, попал и попал. В следующий раз будет обязательно лучше. Ты в это должен верить. Обязательно. И мне это помогло. Ну, мне захотелось именно этого вида спорта, потому что он сложный, тяжелый. Именно интересный вида спорта. То, что интересно работать. Мне он этим понравился. А что самое сложное в трюбе из рук? Ну, вообще ничего сложного нет. Но, по большей части, только то, что у тебя психологически надо справиться. А так все легко, на самом деле. Но ведь это самое сложное. Замолдать со своим волнением, перебороть себя в какой-то степени. Ну, в этом и ошибка. На самом деле, ну, там то, что перебороть себя, ну, это самое тяжелое. А то, что техника, это очень легко все сделать. Ну, главное, это волнение, справиться, да. В Анапе мы занимаемся, в принципе, пять раз в неделю, по три часа. И, как бы, приехали на соревнования, чтобы побеждать. И победили. Да. Первое место. Нет, второе. Второе. Тоже неплохо. Да. Тоже позволяет двигаться дальше. Да, и продолжать стремиться к чему-то лучшему. Можно, в принципе, просто тренируясь, ну, и больше на нервах держаться, то можно выиграть очень многое. Ну, нервы, наверное, это самое сложное, да? Да, нервы передержать нужно, да. Ну, и тогда, если нервы передержал, то все, выжил. А как совладать вот со своим волнением? Ну, я не знаю, как получается. Но иногда совладай, иногда нет. Самое сложное – это совладать со своими эмоциями. Нужно сосредоточиться именно на своей работе, а не на внешних факторах. Психика, вот тем более зал большой, людей, когда много, и вот это все как бы давит на человека, и вот с этим всем надо через это все проходить, бороться с этим как-то. Ну, достаточно тяжело, но это с опытом приходит и достаточно полегче становится. В Краснодарском крае сегодня – это один из ведущих видов спорта? Ну, я думаю, не ведущий, но достаточно интересный. Если в футбол можно взять, там, мячик пойти, просто попинать, то тут уже надо догадываться, надумываться самому, так скажем. Пока не допрет, не получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 с ними тоже нужно уметь стрелять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну, мы стараемся повышать свою планку и, конечно, стремимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!